Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня их вместе с письмом-обращением передали заместителю городского головы Дмитрию Свиркину Чиновник в свою очередь заверил, горсовет над этим вопросом уже работает На этот уже исполком пятничный будет выноситься повторно на конкурс организации проведения конкурса на этот маршрут Кроме того, будет принято решение касательно изменения схемы движения 50 маршрута С тем, чтобы он закольцовывался через остров Хортица, через музей Сотрудники национального заповедника Хортицы надеются, что транспортную проблему все-таки решить удастся в ближайшее время Но если и теперь проект туристического маршрута местные власти покладут в долгий ящик Активисты готовы обращаться в Министерство культуры Екатерина Свериденко, Сергей Чалый, ТВ5 Пять фонтанов на одной улице В центре Запорожья жители частного сектора вынуждены добираться домой в плавь, либо на лыжах Водопроводная труба, пролегающая под землей, часто прорывает в нескольких местах одновременно И оставляет после себя лужи и трясину из грязи Кому обращаться не за оправданиями, а помощью, расскажет Станислав Пичурин Ну это ж ужас какой-то Никто ничего не может сделать Оно уже каждый метр вот это рвется, понимаете? Срок эксплуатации водопровода истек еще в 2000 году Уже через 10 лет трубы превратились в решето Прорывы случаются чуть ли не каждый день На днях фонтаны били в пяти местах одновременно Затопило огород соседний, затопило мою времянку Затопило колодец К дому пройти невозможно В местах, где пролегает старый водопровод Домовладельцы забыли о спокойной жизни Если подтопленные подвалы и скользкую дорогу Хоть как-то можно пережить Вода в доме доставляет массу неудобств Таких проблемных мест Здесь уже, наверное, десятка два Она прорывает постоянно И в коридоре, и на улице, и у соседей Ночь спим, слышим шум Прибегаем, очевидно, что здесь порыв Начинаем открывать, тут уже вот так воды Вызываем водоканал Они пока мест на другом объекте И пока мест приезжают, уровень воды начинает подниматься Начинает потихонечку затапливать соседнюю комнату По словам жильцов, раньше здесь были ливневые водоотводы Но соседи их замуровали А водопровод под домами был проложен по приказу советской власти Чтобы сократить использование материала для канализации Отцу сказали так, вот хотите жить, партия приказала, мы делаем все И вот это вот провели трубу Утром в 8 часов встала, бьет прям фонтан целый Вода льется потоком Когда она прорвала, непонятно, неизвестно Вызвала я 8 часов, дала заявку Они вроде бы заявку приняли Вот уже 9 часов, 10 час, никто не приезжает Я звоню опять, они говорят, а заявка не поступала По словам очевидцев, работники КП «Водоканал» Начали устранять потоп лишь днем, около двух часов В проблемные места вбили заглушки и засыпали все обратно землей Но самая большая беда, что они после себя не убирают Они разрыли, присыпали и на этом уехали дальше Итак, вся улица перекопанная Что дальше обращаемся? Естественно, к себе в райисполком обращаемся, коммунальный отдел С проблемами жильцы обратились в КП «Водоканал» Коммунальщики оправдываются Трубы изношены на 40, а в некоторых участках на все 80% Жалобы у вас объективные Мне самому не хочется, чтобы мои люди там копались И вас постоянно топило Мне так, чтобы работало тихо, спокойно, надежно Никто не жаловался Поэтому я вас попрошу И по поводу вчерашнего факта И по поводу статистику можем дать вам, предоставить Напишите письмо Вы с полком Потому что этот объект находится на контроле уже, честно скажу, не первый год Денег на масштабное обновление водопровода у предприятия нет Выделить их должен горы с полком Проект на замену труб утвержден 5 лет назад Но до сих пор дело ждет финансирования и подрядчика А пока жильцы вынуждены терпеть потопы Решаемые проблемы, в первую очередь, это восстановить ливневую канализацию Ну а второй, это более дорогостоящий, очень масштабный Это замена трубопровода, который уже и так изношен, на пластиковый Это должна заниматься городская власть То есть это районные администрации должны этим заниматься Станислав Печурин, Эдгар Копытов, Константин Грушко, ТВ5 Кто рискнет? Запорожский активист приглашает депутатов и чиновников пожить в селе Свой призыв власти имущим он разместил в социальных сетях Для проживания предлагает дом в селе Возрождение Мелитопольского района И доход в размере 250 гривен в неделю В списке приглашенных у активиста оказался и запорожский мэр Готов ли градоначальник вкусить сельской жизни И что сподвигло активиста к такому эксперименту, выясняла Наталья Зайченко В таких апартаментах Руслан Гаврилюк предлагает хотя бы неделю пожить чиновником Идея родилась после длительного общения с депутатами, мэрами и главами райсоветов Руслан студент, живет один, с отличием окончил экономический факультет Запорожского вуза Сейчас планирует поступать в магистратуру Живет на пенсию по инвалидности, это тысяча гривен И пока учился, получал стипендию Родители мои, так сказать, не буду их обсуждать Выехали, а я, чтобы научиться, потому что на то время не каждая школа Получалось меня брать, хотя, ну, и умело читать и писать Я остался тут, снимал сначала просто уже деквартиру, но тогда уже мне было 15 лет Потом, когда отучился в школе, сначала пошел работать на мясокомбинат на Литоповске И тут же и жил на квартире И решил все-таки выбить себе дом Дом все-таки выбил, правда, без окон, без дверей и элементарных благ цивилизации Отремонтировал все сам, деньги заработал Пока учился, участвовал в различных научных конкурсах и выигрывал премии Последние два года Руслан ведет активную общественную деятельность Хорошо знает законы, ориентируется в экономической жизни страны Помог односельчанам защитить свои права на землю А сейчас защищает родную школу Ее хотят закрыть И представьте, что такое Отправить ребенка в другое село и ждать, пока он приедет, что оно будет По чиновничьим кабинетам Руслан ходить привык Правда, добивается, но с большим трудом Решил предложить депутатам и мэрам окунуться в реальность Пожить его жизнью хотя бы неделю Я иной раз зарабатываю, а участвую своим трудом 4 тысячи иной раз бывает, как зарабатывал депутат, а я зарабатываю 4 тысячи, бывает И я живу хуже, а не муже Вот я хочу, чтобы они приехали И объяснили мне и желательно всем людям Таким, как я Вот в чем секрет? Мне кажется, они уже, ну, как по собой земле Жадности не чувствуют, к сожалению Они забыли, что такое простой народ Односельчане идеи Руслана поддержали Готовы принимать высоких гостей у себя дома Но сомневаются, что кто-то на это решится Они сюда в жизни не приедут, и они на тысячу жизней не будут жить Они даже не ощутят это, как люди живут Приглашение вкусить сельской жизни Руслан Гаврилюк отправил народным депутатам и запорожскому мэру Александру Сину Син же говорит, что у него нет дома, он живет на квартире Я его приглашаю на квартиру Бесплатно, не надо платить Пускай неделю поживет Я хочу, если они такие простые Такие сердобольные Я говорю, пускай приедут Покажут всем простым людям Как надо жить С даты публикации Руслана Гаврилюка прошло больше недели Киевские депутаты, говорит, студент отшутились Александр Син не ответил вообще Поскольку на звонки и письма активиста Александр Син не отвечает Мы решили обратиться к нему лично Но запорожского градоначальника на рабочем месте не оказалось Более того, даже дверь в его приемную опечатана Где мэр и чем занимается, узнаем из тех же социальных сетей Там он пользователь достаточно активный Хвастается фотографиями, сделанными в Брюсселе А сейчас Александр Син в Одессе Наши политики, я же говорю, очень далеко ушли от людей Расстояние между простыми людьми И чиновниками очень большое Мне кажется, оно уже непреодоримое Наталья Зайченко, Олег Мовченюк, ТВ5 Кто поможет многодетной семье? Жительница Запорожья Елена Котова Одна воспитывает троих больных детей Пособия, которые выплачивает на них государство Едва хватает на покупку лекарств От безвыходности женщина просит помощи Елена медсестра Потому что эпилепсия – это нарушение обмена веществ в мозгах И поэтому все вместе, все в комплексе Вот это самое Когда мы пили, когда мы еще не наблюдали все профессора И пили только два противосудорожных У нас ничего с места не двигалось Дети состоят на учете в детском отделении Областного психоневрологического диспансера На лекарства ежемесячно Елена тратит более трех тысяч Севастьян в связи с тяжестью заболевания Осваивает школьную программу по индивидуальной методике Старшая Евангелина Хорошо рисует, очень любит животных И, конечно, братика Севу Он добрый Я люблю Я даже про него фильм придумала Он добрый Он хороший Он такой хороший братик Севастьян любит смотреть мультфильмы и плавать Но посещать бассейн этой семье не по карману В оздоровительные летние центры Дети не могут поехать в связи со спецификой заболеваний Елена надеется на благотворительную помощь жителей города Раньше этой семье помогал фонд «Счастливый ребенок» Но сейчас ситуация стала сложнее Есть у меня счет, конечно Но я, правда, не знаю кто К нам уже откликались мошенники Звонят, давайте ваш расчетный счет Мы вам перечислим деньги Морочили, морочили Давайте ваших знакомых друзей счета Раз у вас нет на кредите денег И все это закончилось тем, что мы узнали, что это были мошенники Если вы хотите помочь этой семье Позвоните по телефону Елене Котовой Номер вы видите на экране Ваша помощь поможет этим детям улучшить состояние здоровья Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5 Это была последняя информация этого выпуска Уже в 19.00 смотрите Дома-трансформеры в Запорожье создали уникальную для Украины И востребованы во всем мире продукцию Первые шаги на большую сцену Более 500 юных звездочек выступили на всеукраинском фестивале ТОП-ТОП Кто лучше, сильнее, быстрее? Запорожье принимает чемпионат Украины по аквабайку Когда далекие страны становятся ближе Когда путешествовать можешь не только во снах Когда детские фантазии становятся реальностью О том, как начиналась легендарная история Смотрите далее после выпуска новостей История молодого Индианы Джонса Напоминаю, о новостях Запорожья и области Вы всегда можете узнать на нашем сайте Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией Или видеоматериалами Рассказать о проблеме или высказать свое мнение Пишите В студии работала Алена Матвеева Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok